Здравствуйте, в эфире правовая программа Вести, дежурная часть студии Дмитрия Смирнова. Смотрите в нашем выпуске. Опасный боярышник. Это острое химическое отравление, предположительно, спитно-содержащий жидкость с суррогатами алкоголя. В Иркутской области почти 50 человек отравили с косметической настойкой. Кого задержали за распространение смертоносного боярышника? И могут ли теперь запретить продажу аптечного коньяка и спиртовых лосьонов? Пострадали на вызове. Выражали, потом извинялись, какие-то отборожки. В Башкирии совершено жестокое нападение на бригаду скорой помощи. Кто избил медиков? Ограбили и высадили из автомобиля. Ограбил, а? Так уходишь. В Москве задержаны таксисты-бомбилы, которых подозревают в разбойном нападении на иностранных студентов. Как сын известных французских бизнесменов оказался в Мытищинском лесу и отчего погиб. В изолятор за чужие нарушения. Вот задержали меня, увезли в участок, закрыли на двое суток. В Свердловской области госавтоинспекторы по ошибке задержали невиновного водителя. С кем перепутали? И что делать, если вы оказались в такой же ситуации? Любишь кататься? Люби и снег чистить. Вот, отрабатываем. Мажоры из Сергиева Посада, которые устраивали заезды по пешеходной зоне в центре города, взялись за лопаты. Что это? Реальное желание искупить вину или очередное показательное выступление? Реальное желание искупить в центре города, взялись за лопаты. Бояршник унес жизнь уже почти 50 человек. Тема продолжит Андрей Штукатуров. В течение суток в разные больницы Иркутска с признаками сильного отравления поступили больше 50 пациентов. Мужчины и женщины в возрасте от 35 до 55 лет. 49 человек, увы, погибли. Острое химическое отравление, предположительно, спидно-содержащие жидкости с суррогатами алкоголя. Установлено, что все отравившиеся покупали пойло в торговых точках, расположенных в Ленинском районе города, в аптеках, в хозяйственных и продуктовых магазинах. Ну, они вот с утра тут все кучкуются всегда, а потом бегут. В экстренном порядке правоохранители начали проверку торговых предприятий Иркутска. Вероятнее всего, учитывая количество пострадавших и жертв, это была партия, безусловно. В настоящее время проводятся мероприятия, как раз и направленные на установление, где она была реализована, кем. По факту гибель людей возбудили уголовное дело. На данный момент в числе фигурантов уголовного дела двое распространителей опасной продукции. Однако, следствие намерено установить всех лиц, причастных к появлению на прилавках этого концентрата, в том числе и производителя. Изъято уже около 2000 емкостей боярышника, емкостью 0,25 мл. Все отправлено на экспертизу. Было проверено более 200 мест торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки. Из незаконного оборота было изъято более 2000 литров спиртного, а также установлены точки реализации косметического средства боярышник. То, что спиртосодержащий настойки лосьон и боярышник при употреблении внутря травы в чистом виде, известно давно. Как и то, что это процветающий бизнес по спаиванию населения. Еще в 2009-м наши коллеги из программы «Честный детектив» посетили ООО «Гиппократ» в Самарской области. Лидера по продаже псевдонастойк и лжеэликсиров. В развитие завода хозяин, бывший сотрудник Кировского РУВД Самары Дмитрий Островский вложил миллионы. Но оно того стоило, прибыль-то исчислялась в миллиардах. Поэтому неудивительно, что экс-участковый вскоре после увольнения из органов внутренних дел быстро превратился в очень богатого человека. Подчеркивал это при каждом удобном случае. У меня завод по производству спирта, у меня завод по производству лекарств, у меня завод по производству водки, у меня завод по производству пищевых добавок, у меня оптовые торговые лекарственные средства, у меня розничные сети. Поэтому на сегодняшний день я, в принципе, всем доволен, всем доволен и рад, что я на сегодняшний день так живу. Тогда улицы и дворы Самары были завалены горами пустых флаконов и пузырьков. И почему-то городские власти безразлично отнеслись к тому, что пьющая часть населения фактически прописалась в аптеках. Назывался лжеэликсир сначала настойка боярышника, после ребрендинга превратился просто в этиловый спирт 95 градусов. Продается в 100-миллилитровой емкости. Это категорически запрещено законом, но, похоже, на это никто не обращает особого внимания. Этот пузырек от Гиппократа мы купили уже в Челябинской области в этом году. Вообще, эти фарфурики, как их еще называют в народе, могут продаваться под совершенно разными названиями. Но состав один, и это опасное пойло продается везде. Идем в одну из аптек в центре Москвы. У нас только боярышника есть у вас? Рецепт не нужен? Нет, на 25 минут. А я не траванусь им? Нет? А то случаи были. Фармацевт, скорее всего, догадывается, что боярышник представляет опасность для здоровья потребителя. Но бизнес есть бизнес. Эта московская аптека, по словам местных жителей, излюбленное место пьяниц. Поэтому здесь боярышник не залеживается. Добрый день. Настолько боярышник есть у вас? Нет, нету. Нету? Семь летом. Ничего не бывает никогда? Бывает, но сейчас нету. А в этом медицинском учреждении фармацевт поняла, что мы проводим проверку. И, тем не менее, продала настойку без особых колебаний. Не умру я от него, нет? Да я уже вижу, что это выборки. Не умрет все. Это аптечный боярышник. Настойка боярышника здесь у нас емкость 25 миллилитров, стоит около 30 рублей. Производитель уже упомянутая самарская фирма «Гиппократ». Похоже, дела у бывшего участкового действительно идут неплохо. А эта настойка изготовлена в столице. Производитель Мосфармы, кстати, предупреждают о возможных последствиях. На производство настойк перешли многие отечественные предприятия после того, как лишились лицензии на изготовление алкогольной продукции. Акцизы не нужны. И это лазейка, дающая возможность получать сверхприбыль. При этом контроль со стороны проверяющих структур зачастую формальный. И торговать настойками можно без ограничений. И многие аптеки давно стали круглосуточными винноводочными магазинами. Без рецептов и совсем недорого. Под видом лекарств люди в белых халатах вовсю торгуют пузырьками со спиртом. Формально это средство для лечения или жидкость для протирки рук. На деле 75-градусный спиртовой раствор, который легко можно превратить в подобие водки. Что и делают самые бедные слои населения, убивая свое здоровье. Формфорик это такие большие емкости, 100 грамм, которые под видом лосьона. На самом деле пишут хлебный лосьон. Уже слово хлебный говорит о том, что это далеко не лосьон. Специально предназначение 60 с чем-то градусов. То есть они его смешивают с водой. И получается как бы а-ля водка. 40 градусов непонятного происхождения. Официально продавать эти жидкости можно только в маленьких емкостях, не более 25 миллилитров. Но производители на этот запрет часто не обращают внимания. Беда в том, что изготовление этих и без того вредных настойк освоили пираты. А эти-то прибыли ради вообще особо не церемониться. Делают свое пойло на основе смертельного метилового спирта. Его использование в пищевой промышленности категорически запрещено. По состоянию на сегодняшний день ликвидировано с начала года более 170 нелегальных производств кустарные. Где осуществлялся кустарный розлив из пластиковых канистр, если угодно, садовыми шлангами и так далее. А еще в некоторых регионах популярны автоматы, в которых можно купить какую-нибудь спиртосодержащую настойку. Работают опять же в круглосуточном режиме. Страшно то, что услугами таких аппаратов может воспользоваться даже ребенок. Автоматы с фанфуриками убирают, но они появляются в других местах. А общественники давно уже бьют тревогу. Когда мы говорим, что делать, я считаю, что самое главное и самое правильное на данном этапе это полностью изъятие данной продукции из оборота и из продажи. Другого выхода не будет. Знаете, есть такая народная мудрость. Гром не грянет, мужик не перекрестится называется. В данном случае мы видим, что именно так. После трагических событий в Иркутске на проблемы обратили внимание на самом высоком уровне. Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголя, содержащих жидкостей. Потому как это превратилось в бизнес, по сути, направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота. То есть продаются все эти суррогаты. На них прямо, на некоторых во всяком случае из них фиксируется то, что это лекарственное средство, которое можно употреблять. А в Иркутске люди пребывают в состоянии близкому к паническому. Где вероятность того, что яд не окажется в другом алкоголе. На складе, где разливали метиловый боярышник, как выяснилось, готовили и другие алкогольные напитки. Андрей Штукатуров, Сергей Вдокимов, Андрей Семенов и Артур Абдюханов. Вести дежурная часть. Неожиданным решением завершилась громкая история нападения на врача в Орехово-Зуевской больнице, которое произошло летом этого года и попало в объектив камеры видеонаблюдения. Вот мужчина с размаху дважды бьет в челюсть медика, который просто проходил мимо. Вскоре выяснилось, хулиган местный житель Александр Корнеев. Он привел в больницу пожилого отца и очень возмутился, что за помощью приходится стоять в очереди. В суде Корнеев принес врачу извинения и заплатил компенсацию 60 тысяч рублей. На этом стороны примирились, а уголовное дело закрыли. А вот в республике Башкирия решается вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения на сотрудников скорой помощи. Бригада прибыла по вызову, но оказывать помощь уже было некому. Мужчина скончался. Пьяные родственники погибшего, не разбираясь с ситуацией, сразу же стали обвинять в этом медицинских работников и набросились на них с кулаками. Мой коллега Игорь Крупчинов встретился с пострадавшими. В 35-летней практике Федоса Ганиева – это первый случай, когда с ним так жестоко обошлись родные пациента. Пострадавшему врачу скорой помощи коллеги поставили диагноз «ушиб головного мозга». Так вот, рукоприкладство не доходило. Выражали, трясли, сделайте что-нибудь, потом извинялись, все, понимали, что мы не боги. А это тут какие-то отморозки. Его ударили ногой в затылок в тот момент, когда мужчина был на службе и пытался реанимировать пациента. После нокаута непрямой массаж сердца умирающему больному пришлось продолжать его напарнику. Проведя несколько уже компрессий на грудную клетку, сзади уже удар был по мне. Я откинулся, ну, как бы от удара. Двух медиков из бригады «Неотложки» избили в этих стенах. Из квартиры на пятом этаже в службу 03 поступил звонок с просьбой о помощи. В 19 часов 58 минут поступил вызов. Повод к вызову человек без сознания. Сразу же бригада врачей скорой медицинской помощи выехали. На месте вызова медики были уже через 7 минут. Быстрее физически было невозможно, говорят врачи. Именно это ожидание родным умирающего от сердечного приступа, видимо, показалось вечностью. Спасти пациента не удалось, учитывая, что даже реанимацию медикам не дали довести до конца. Вис бил, избивал за то, что скорая поздно приехала. В настоящее время по заявлению врачей полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Уфимские врачи говорят, что подобных нападений десятки. Фельдшер скорой помощи Вячеслав Левкин, например, год назад едва не погиб на дежурстве. Неадекватный пациент набросился на него с ножом. Я начал собирать свои принадлежности в ящик. Стоял как-то спиной, здесь тумба была. Вот всё. И почувствовал колечную боль. Если бы миллиметр 2-3 куда-то выше, лево-право, везде бы был более, как говорится, летальный исход возможен. А эту карету скорой помощи на днях пришлось отправить на ремонт. Во дворе дома, где врачи забирали пациентов, боковое стекло машины прилетел молоток. По данным Минздрава России, в этом году врачи подвергались насилию со стороны пациентов больше 1200 раз. В большинстве случаев нападавшим удалось отделаться административным наказанием. Хотя в случае с сегодняшним избиением избежать уголовной ответственности вряд ли удастся. С квалификацией этого дела ещё не определились. Нет официального заключения судмедэксперт. Однако юрист полагает, скорее всего, это будет статья 112 Уголовного кодекса, по которой вероятным преступникам, к слову, может грозить не очень-то строгое наказание. Инициатива о том, чтобы приравнять подобные нападения на применение насилия в отношении полицейских, скажем, звучали неоднократно. Однако пока вопрос остаётся открытым. Игорь Кропченов, Радмир Халитов, Вести, дежурная часть, Башкирия. Мещанский суд Москвы отправил под арест таксиста Бамбилу, которого обвиняют в разбойном нападении на иностранных студентов, а также его предполагаемого сообщника. По данным полиции, они согласились подвезти компанию молодых людей от ночного клуба, а по дороге ограбили их и высадили в незнакомом районе. Один из пострадавших студентов, сын французских бизнесменов, позже пропал. Его тело нашли в лесу под мытищами. Павел Мельник продолжит. Для избрания и меры пресечения в Мещанский районный суд столицы двух предполагаемых виновников ограбления доставили уже поздно вечером. Таксиста-частника и его приятеля подозревают в нападении на иностранцев, которые в минувшие выходные пытались на попутном автомобиле добраться до дома. О том, что 21-летнего француза нашли мертвым на окраине Москвы, Нурлан Расулов и Фадир Бабаев узнали, видимо, уже от полицейских. Оттого и путаются в показаниях, не знают, какую позицию выбрать. Как предполагают следователи, иностранный гражданин просто не смог самостоятельно выбраться из лесополосы, где его высадили после ограбления и замерз насмерть. Таксист вместе со своим приятелем теперь главные подозреваемые. Я никого не убил, ничего там не было. Они сами пьяные были, вышли из клуба, они сами в этом клубе, мы сами подъехали туда, чтобы зайти туда. События, которые стали для Николаса Лазарев роковыми, разворачивались уже за полночь. Вместе со своим братом и подругой из Англии иностранец сначала отдыхал в ночном клубе, а затем решил поймать такси и отправиться домой. Веселая компания поймала попутку уже в салоне, как следует из материала в дело. Водитель предложил пассажирам еще немного выпить. Дальше, рассказали молодые люди, угрожая оружием, шофер заставил их отдать все ценные вещи. После кражи, пытаясь привести в чувство одного из братьев-французов, девушка потеряла из поля зрения самого Николаса. Его нашли только на следующий день. Пока уголовное дело возбудили только по статье «Разбой». Таксисту и его сообщнику грозит до 8 лет лишения свободы. Следствию предстоит провести серию экспертиз и допросов. Они будут проходить уже в следственном изоляторе. Суд арестовал их сроком на 2 месяца. Павел Мельник, Александр Станюкович и Андрей Николаев. Вести дежурная часть. Двое суток под арестом за чужие нарушения пришлось провести жителю Екатеринбурга. Водитель бензовоза Максим Сидоров оказался в изоляторе после того, как его остановили инспекторы ГИБДД. Полицейские проверили мужчину по базам и установили, что тот якобы был лишен прав заезду под градусом. И лишь потом выяснилось, произошла ошибка. Нарушитель тезка Максима Сидорова из другого города. Всегда ли случайны совпадения и почему подобных ошибок в последнее время становится все больше, разбирался Кирилл Бортников. Тем утром Сидоровы всей семьей ехали из загородного дома в Екатеринбург. На выезде из поселка их остановил экипаж ГИБДД. Вот они слева, вот там на этом расширении, а мы вот тут встали. Полицейские решили проверить документы водителя по электронной базе данных. Тогда и выяснились неожиданные подробности. Начали пробивать. То, что я лишен, оказывается, выяснилось. По данным ГИБДД Максима Сидорова, еще в сентябре лишили водительского удостоверения за пьяную езду в Северо-Уральске. Это почти 500 километров от Екатеринбурга. Вот задержали меня, увезли в участок. Закрыли на двое суток. Двое суток. Законопослушный сверловчанин провел за решеткой. Только в суде выяснилось, что это ошибка. Максим Сидоров абсолютно ни при чем. Прав лишили его полного тезку. В документах совпали фамилия, имя и дата рождения. Но и после вердикта суда документы Сидорову не вернули. Водительское удостоверение по очередной ошибке отправили в Северо-Уральск по месту изъятия. Надеялись, что мы с этим своим решением придем и нам права отдадут, как нам суд обещал. Они так вчера с нами выступили, что просто я так сильно разозлилась. Когда двое детей у тебя, понимаешь, что он ничего больше не умеет, муж. Он профессиональный водитель, у него все категории, у него допокон водитель бензовоза. Сейчас разобраться в проблеме пытаются юристы. Автоэксперты предполагают, необходимо перерабатывать базу ГИБДД. В этой базе хранятся отрывочные сведения о гражданах. То есть в данном случае, насколько мне известно, хранятся только такие сведения, как фамилия, имя и дата рождения. И больше ничего. Согласитесь, практически полных однофамильцев, включая дату рождения, это не редкость уже в сегодняшнее время, особенно учитывая то, что у нас уже чуть ли не каждый второй человек это водитель. В Свердловской госавтоинспекции версию совпадения данных двух разных людей уже отрицают. Руководство извинилось перед Сидоровым и предложило свою помощь. Сейчас разрабатывается версия с подделкой документов. В сентябре месяце в Евральске, возможно, предъявил поддельное водительское удостоверение с точно таким же номером и таким же фамилией, имя и отчеством, как у этого человека. И эта история далеко не исключение. Как выяснилось, нелегально оформить водительское удостоверение без участия ГИБДД вполне реально. В интернете минимум десяток таких сайтов. Дубликат прав могут изготовить даже на реального человека. Для этого необходима фотография водительского удостоверения так называемого человека-донора. И в итоге через три дня фотография ваша, данные не ваши. Подделку не смогут отличить не только сотрудники ГИБДД, но и в суде. У коммерсантов есть своя база данных, правда, за подбор донора придется заплатить сверху. В итоге за 20 тысяч рублей на руках новые, якобы настоящие права. В Москве и Питере у нас оплата идет курьера на руки прям. А если отправляем куда-то другие места, то это полная предоплата будет. Ну, точнее, вы пришлете данные, мы все сделаем. Покажем вам уже скан готового документа для оплаты на карту. И спокойно можно полицейским показывать, да? Никто ничего не догадается? Да, конечно. Обычно никого нет никаких проблем с этим. Пока на Урале специалисты разбираются с однофамильцами и поддельными правами, в Воронеже с бюрократической путаницей столкнулся Сергей Рыжков. Оказывается, в Курской области живут два его полных тезки, из-за которых Сергею отказали в ипотеке, арестовали машину и заблокировали счета. Когда первый раз мы зашли на этот сайт, мы обнаружили, что Рыжковых Сергея Николаевича, рожденных 29 марта 1980 года, в Курской области, два человека. Только один рожден в город Уфа, другой рожден в Курской области. И оба они, получается, проходят по городу Фатеш. И за всех этих людей платит мой муж, который рожден в Воронежской области. Со счета Воронежца уже списали деньги в счет оплаты коммунальных долгов одного из теза Крышкова, жителя Курской области. Приставы пояснили, путаница произошла из-за того, что в судебном приказе место рождения должника не указывается. С таким тройным совпадением они сами сталкиваются впервые. Сочувствующие в шутку уже посоветовали Сергею сменить фамилию. Я думаю, что не стоит менять фамилию. А нужно найти этого человека, и пусть он платит сам за себя. Что же касается юристов, то они советуют не оставлять чиновников, которые допустили ошибки, безнаказанными и добиваться компенсации. Данное событие можно трактовать как именно судебная ошибка, юридическая. И, конечно, гражданин, чьи права конституционные были нарушены, имеет право компенсировать через суд время потраченное, либо какой-то материальный ущерб. Вернуть по ошибке списанные деньги со счета жителя Воронежа приставы пообещали еще в конце октября. Однако до сих пор сумма не вернулась. Что же касается Максима Сидорова, отчего тезку лишили прав, то как компенсировать ему двое суток, проведенных за решеткой по ошибке, пока не ясно. Кирилл Бортников, Екатерина Давыдова, Анна Шпакова, Андрей Снопиков, Геннадий Лагунов, Елена Галеева. Вести, дежурная часть Свердловской области. Не пропустите в следующем выпуске наша программа. Яркие, эффектные и очень опасные. До праздника еще две недели, а фейерверки уже калечат детей и подростков. Вот так выглядела наша рука в первые минуты. В Свердловской области 11-летнему школьнику петарда едва не отрывала руку. Как с виду безобидной праздничной шалости могут изувечить и детей, и взрослых? И в каких магазинах эксперты советуют покупать бенгальские огни, свечи и хлопушки? Устанавливается где-то на две трети. Здесь специальная риска есть, вот она показана, насколько нужно установить снег. Соответственно, никогда не нужно поджигать над изделием, а на вытянутой руке удалиться. Как встретить праздник с огоньком и не попасть в больницу? Специальный репортаж на эту тему смотрите во вторник в программе «Вести». Дежурная часть на телеканале «Россия-24». Мажоры из подмосковного Сергиева Посада взялись за лопаты. Им пришлось потрудиться на площади возле городской администрации. Той самой, на которой на днях молодые люди устраивали заезды. На дорогих автомобилях они катались прямо по пешеходной зоне. Отбил ли трудотерапия, желание нарушать правила дорожного движения, выяснял Андрей Караманов. Эти молодые люди с лопатами в руках – настоящая элита среди дворников Сергиева Посада. Убирать снег возле городской елки они приехали на респектабельных аномарках. И за труд не просят ни копейки. Скажите, а это вы тот самый знаменитый Денис, которого по телевизору часто показывать стали? Да вряд ли. Скажите, как пришла в голову идея заехать сюда на автомобиль? Вы не думали, что резонанс такой принесет городу, что мы такие мажоры якобы? Угу. Что? Вот, отрабатываем. Так представители золотой молодежи расплачиваются за скандальную выходку. Ведь именно сюда они на днях приехали на BMW и Infiniti. Шикарные легковушки с красивыми номерами 666 и 777 припарковали прямо под сверкающей новогодней декорацией. Хотя уже много лет городская площадь открыта только для пешеходов. Зато какая вышла фотосессия, красочные снимки Дениса Кузьмина полицейские обнаружили в социальных сетях. Составлены административные протоколы по статье 12.15. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, либо тротуарам в нарушении правил дорожного движения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Кататься по тротуарам и пешеходным улицам представителям золотой молодежи не в новинку. Старый, мать его, Арбат. Кирилл, ты х*** в жизни просто. Эти кадры снял и выложил в социальных сетях 20-летний москвич Кирилл Романов на папином БМВ без водительских прав. Он промчался по старому Арбату, а затем еще и по велосипедным дорожкам музеона. Родители мажора за выходку наказывать не стали. Наоборот, заявили, что их отпрыска якобы оболгали. Суд решил иначе. И 10 суток Кирилл провел в изоляторе. А стражи порядка тем временем искали еще одного нарушителя. Григорий Роман на немецком кабриолете припарковался на тротуаре аэропорта Внуково. А затем еще и оскорбил полицейского. И снова никакого осуждения от близких Роман не получил. Его долго прятали от стражи порядка на конспиративных квартирах. А вот мажорам из Сергиева посада повезло меньше. Как выяснилось, один из них приехал к новогодней елке на машине своего дяди, коммерсанта Нелсона Сарксяна. Узнав про выходку племянника, бизнесмен сдерживать эмоции не стал. Племянник уехал по делам и встретился с другом. Решили фоткаться на память. Ну, сильно его отругал, обиделся он, уехал от меня. Даже на мои звонки не отвечает. Рассудив, что штраф в 2000 рублей и наказание слишком мягкое, Сарксян сам прописал обидчивым хулиганам сеанс трудотерапии. Выручил лопаты и отправил очищать городскую площадь. А заодно и репутацию. Андрей Караманов, Вести, дежурная часть. И на этом наш выпуск завершен. В студии был Дмитрий Смирнов. До встречи на телеканале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова